Так, добрый день, дорогие друзья, с прошедшим вас великим праздником, праздником победы нашего народа, над силой тьмы, я надеюсь, и дальше мы будем эти победы, пусть не на поле брани, а в других сферах одерживать. Вот, сегодня у меня предложение к руководству компании, вот я не знаю, слышит ли оно меня, вот, а хотелось бы, вот какого рода, было бы неплохо, и такое уже в целом ряде компаний сетевого маркетинга практикуется, было бы неплохо сгруппировать продукцию в определенные блоки и отпускать ее вот в этих блоках для того, чтобы это стало привлекательным для людей, ну, там, допустим, по пять, по семь, по десять, может быть, продуктов. Чтобы это стало привлекательным, можно сделать при покупке блока определенную скидку по сравнению с тем, как если бы человек покупал отдельно эти продукты. Вот, я думаю, что это усилило бы привлекательность, во-первых, во-вторых, это сделало бы более эффективным применение продукции нашей оздоровительной, потому что в комплексе, комплексный подход всегда эффективнее моно-избирательного подхода. Вот, и, таким образом, товарооборот компании возрос бы, а люди получили бы более хорошие результаты, более быстрые, более надежные. Вот, и в этой связи я сгруппировал ту продукцию, которую мы сейчас имеем, по определенным блокам. Это, если эта идея в целом будет принята, то можно подшлифовать будет состав, значит, продуктов в каждом блоке, это не проблема, вот, и тогда, я думаю, результативность работы компании возросла бы существенно. Вот, какие блоки я предлагаю и по каким направлениям сделать? Вот, значит, ну, во-первых, всякое оздоровление начинается... У нас препараты системные, и это хорошо. Всякое оздоровление начинается с работы нашего сознания, нашей психики. Вот, и у нас есть препараты, которые помогают работе психики, но самое-то главное, конечно, нельзя уповать здесь только на одни препараты. Значит, что важно? Важно, чтобы потребители продукции были оптимистичны везде, всегда и при любых обстоятельствах. Важно, чтобы они любили себя со всеми своими недостатками. Все мы имеем недостатки, потому что базовые желания у всех одинаковые. И вот, очень часто люди эти недостатки прячут от самого себя даже. Но, что такое недостатки? Это наши негативные эмоции. Мы негативуем по поводу того, что вот у нас есть те или иные слабости. Вот. Но ведь каждая слабость – это продолжение достоинств. И, используя систему ИНИ-ЯН, о которой мы неоднократно говорили, можно сделать вывод, что мы, в общем, совсем не плоти. Совсем не плоти. Вот. Ну, надо стремиться, так сказать, уйти от ворчания, потому что ворчание – это старение. Знаете, есть принцип «не суди других, да не судим будешь». Надо выбирать дело по душе и становиться в нем профессионалом. Надо стремиться работать над собой, а не над другими людьми. Потому что, ну, ребенка еще как-то родители или бабушки, дедушки могут об коленку ломать. Он может создать определенные рамки. Хотя и это плохо. Надо стараться, чтобы ребенок понял, для чего от него требует то или иное. Вот. Очень важно не быть догматиком. То есть критически оценивать любые высказывания, любые утверждения, включая свои собственные, анализировать их и учитывать промахисть. Как говорил Христос, ищите и обрящите. Вот. Очень важно фильтровать чувства и мысли, оставляя лишь социальный оптимизм и добрые жизненные планы. Ищите активно, вот к вопросу, ищи и обрящих. Ищите активно, ищите людей душевно созвучных вам, оптимистичных, дружелюбных людей. И сами стремитесь быть такими. Не надо никого переделывать, совершенствовать только самого себя. Вот это надо взять в качестве принципов для развития своей психики. А психика – это душа. Это душа. Вот. Вы знаете, у нас, я подобное занятие проводил, правда, давно. У нас есть, значит, сознание, подсознание и бессознательная часть. Вот в этой бессознательной части мы прячем особенно неприятные для нас наши собственные эмоции и недостатки. А они, как и всякие заключённые, за это ненавидят нас и выскакивают в самый непосходящий момент, проявляют тса. И это очень неприятно. Бывает неловко, стыдно и так далее. Ну, почему я этому уделяю внимание? Ну, потому что все болезни начинаются с души. С болезней души. С психики. И не зря говорят, что 95%, а может быть и больше, да, заболеваний – это психосоматические. Сома – это тело. То есть психика сбрасывает на тело вот свои изъяны, недостатки. А тело расслёбывает это. Но это неэффективно. Мы понимаем, что надо работать с собственной психикой. Какие продукты помогают нам, облегчают нам эту работу? Ну, во-первых, лецитин. Потому что когда мы нервничаем, когда мы негодуем, когда мы испытываем негативные эмоции, то возникает избыточное количество свободно-радикальных реакций. Эти вот радикалы свободные. Они бомбардируют клетки, как снаряды, пробивая их. И через эти пробоины вытекают водные растворы, в которых происходят химические процессы. То есть наша жизнь происходит внутриклеточная. И клетки сморщиваются. А на уровне, скажем, кожи, это видно, по морщинам возникают морщины. Вот. Потому что тут много клеток, и они из этого воздействия свободно-радикальные. Что ещё важно? Важно использовать фаразо-терапевтические пояса. Изделия, скажем так, фаразо-терапевтические. Не только пояса, но и браслет, это может быть, он у нас есть. Вот. Почему? А потому что любой стресс, а мы, как вы знаете, в обстановке стрессовый живём, многие за рулём сидят, на работе стрессы, да и дома бывают сложные ситуации, стрессы порождают свободно-радикальные процессы. Значит. Вспомните, когда вы злитесь на кого-то, то у вас из желмоти ходят на щеках, и мышцы напрягаются на руках. Правильно? Вот. Вот. Такие спазмы происходят при любых негативных эмоциях. Они вредны. Они токсичны для организма нашего. И они, конечно, идут от психики на тело. Вот. Поэтому, значит, что делают фаразо-терапевтические изделия? Они снимают эти спазмы. Вот. Ну. Живица с маслом зверобоя и, значит, с маслом репейным. Вот. Она тоже очень хорошо действует на психические процессы, на нервные процессы, протекающие в головном мозге у нас. Вот. Что ещё важно? Значит, альгара. Альгара очень хороша, потому что она предотвращает онкологию, профилактирует онкологию. И альгара вместе с медолией, допустим, которая содержит витамин много, вот, энергетическое вещество, мед, медолия. Вот. А вместе с альгарой они воссоздают ферментные системы организма. А ферментные системы – это основа иммунитета, потому что все процессы биохимические происходят на ферментах. Вот. Теперь, значит, перейдём к СОМе, к телу. Какие группы препаратов можно было бы рассмотреть для того, чтобы их в дальнейшем приобретали вот именно этой группой. Значит, во-первых, во-первых, хочу напомнить, что важность правильного питания. А что такое правильное питание? Наши препараты, оздоравливающие, это тоже компоненты питания, только те компоненты, которых не хватает или отсутствуют они по тем или иным причинам в нашей пище современной. Основные принципы питания, они определяются конституцией человека. Вы знаете, что есть три конституции, и большинство людей имеют смешанную конституцию. Но основа – это три конституции. Ветер, в основе которой лежит нервная система. Это сухощавые люди, не полнеющие, они, так сказать, очень эмоциональные, очень активные, подвижные. Есть люди мышечные, крепкие, любящие порядок. Во всём такие потенциальные и реальные руководители, очень вспышчивые люди. И есть люди полные, крупные, склонные к полноте. Это люди слизи. Ну а поскольку, значит, это эндокринная и иммунная система. Эндокринная и иммунная. Значит, считается, что при рождении дети чаще всего относятся к конституции слизь. По мере взросления, когда заканчивается половое созревание, то они потихонечку переходят в конституцию желчи. Потому что приходится уже суетиться, работать и много дел, семью заводить и прочее, прочее. Вот. И, значит, а уже в пожилом, в преклонном возрасте люди переходят потихонечку, акценты смещаются на конституцию ветер. Люди становятся более обидчивыми, ранимыми, ворчливыми, ну и так далее. Вот. Значит, ну повторяю, в каждом человеке есть все три конституции, поскольку они связаны с определенными системами. Нервная система ветер, значит, эндокринная система, это слизь, и система пищеварения, то есть золоточный кишечный тракт вместе с печенью, под золоточный коллизоид, когда активно работает эта желчка. Вот. Значит, общий принцип питания для всех конституций простой. Не надо переедать за один присед. То есть достаточно съедать пригоршень. Вот. Кушать надо несколько раз в день, а не придя с работы вечером, наедаться до отвала, а до этого не есть ничего, и все эти целые селены. Потому что тогда очень много пойдет в отложение ясно. С чем мы и сталкиваемся? Такая практика, потому что повсеместные действия. Вот. Что еще? Надо не забывать про питье воды. Но опять-таки это зависит... Ну, воду, конечно, надо чистую, теплую. Вот. И, скажем, если выражено слизь сильно, то этим людям, конечно, пить много воды не надо. А вот ветром, у которых выражена, так сказать, эмоциональная часть жизни, и они сухощавые, и они не полнеют, и не отечные, им надо выпивать 2,5-3 литра воды. Потихонечку, полегонечку, не за один присесть, конечно, на протяжении суток. Вот. Ну и людям желчи тоже самое. Вот. Очень важен период в районе 50 лет. Потому что тогда люди, привыкшие к определенному образу жизни в соответствии со своей конституцией, у них начинает, у них начинается переход в возраст. Так как у подростков, так и у людей вот в районе 45-50 лет начинается переход. Значит, и в этом смысле потихонечку они переходят в сторону акцентов на конституцию ветер. Вот. Ветер или слизь. А и та, и другая конституции холодные. Холодные в смысле эхимическом. Горячая конституция это конституция желчи. Поэтому вы знаете, что здоровье это индийский баланс. Я на эту тему говорил многократно. Значит, надо так строить питание свое, чтобы сбалансировать вот этот вот избыточный компонент. Избыточный холод у ветров и слизи надо сбалансировать тепло это индская категория, тепло янской категории за счет питания и образа жизни. Вот. И наоборот, горячая конституция она может себе она себя будет компенсировать за счет холодного питания и образа жизни соответствующего. Что такое холодное питание для конституции желчи? Это не совсем не обязательно есть из холодильника все. Холодное опять-таки в смысле философского, в смысле инеяна. К холодному холодной пище относятся сырые овощи, сырые фрукты, ягоды сырые, холодная вода. Вот. Ну, естественно, и то, что в холодильнике это тоже относится к холодной пище. Вот. А горячая пища это пища подогретая, теплая, действительно. И что это? Это сухофрукты. Это уже теплые, это янский продукт. Янских продуктов немного на самом деле. Это специи различные. Вот. Корица, гвоздика. Их сейчас много продают на рынках. Любые специи. Соль, перец, чеснок, лук. Вот это всё янские продукты, и они делают. поэтому в пищу холодной конституции надо добавлять эти специи, чтобы скомпенсировать холод, тепло на этих специях. Вот. А вот желчь, которая, в которой избыток ян, янского начала, они могут есть сырые овощи, фрукты, ягоды, чем это можно. Но ледяную воду им тоже не стоит пить, тепленькую, пожалуйста. Вот. Вот, значит, такие вот основные принципы, простенькие совершенно. Ещё, образ жизни, конечно. Надо двигаться, надо обязательно делать нагрузку на мышцы. Надо, ну, в зависимости от возможностей, от тех хворей, которые вы уже нажили. Старайтесь гулять, старайтесь ходить. Те, кто может бегать трусой, вот, там, ходить на лыжах зимой, летом, значит, бегать, прогулки, там, на воздухе свежем, на свежем воздухе, за городом где-нибудь, либо в парковой зоне. Вот. Водная процедура, не забывайте про них. Кто имеет возможность, ходите в бассейн, купайтесь в речке, если речка чистая, естественно, принимайте водные процедуры, даже простой душ и так далее, это очень хорошо. Вот. Словом, одной оздоровительной продукции, подпиткой одной оздоровительной продукции недостаточно для того, чтобы быть здоровым человеком. Особенно в наше время, когда очень много стрессов, когда экология у нас загазана и так далее, и так далее. Ну вот, значит, давайте теперь попробуем по группам препаратов поговорить. Значит, в качестве первой группы я выбрал препараты для оздоровления сердечно-сосудистой системы и зрения. Почему? Ну, сетчатка глаза это капиллярная система. Вот, поэтому это в первую очередь состояние сосудистого. Вот. Какие препараты? Да, поскольку у нас препараты действительно системные, то определенные они будут повторяться, некоторые из них будут повторяться в разных наборах. Ну и что? И пусть повторяются. Это хорошо. Значит, ну, во-первых, чайный напиток печать снахоли. Очень хорошо для сосудистой системы. Попивайте его в горячем виде, в теплом. капсулы линжи чрезвычайно хороши тоже для этих целей. Там есть магний, который снимает спазмы, который помогает в наработке энергетических веществ в организме. Вот. Вот очень хорошо. Так. ньютоник витамины и тени для главного мозга. Вот, пожалуйста, да, ньютоник, IQ. Вот так вот это выглядит. Сейчас. Дальше. О, вот так вот видно хорошо. Вот. Видите, ревелча у нас вот такой вот продукт. Очень хорошо для мозга. Очень хорошо. Подпитка, подпитка. Но должен быть настрой, должно быть всестороннее воздействие на психику. Конечно, мозг надо поддерживать в хорошем состоянии. Надо тренировать и память, надо, так сказать, заниматься самыми разными вариантами. Вот это линжи, я так понял, да? Вот, капсулы линжи. Чаша, структуризатор, структуризатор, ионизатор, насадка, ионизатор для душа. Этими вещами надо пользоваться, надо пить. Почему? Потому что такая вода, она подщелоченная, она снимает излишнюю закизанность организма, избыток кислоты в жидких средствах организма. А мы там процентов на 75 состоим из воды, из водных растворов, веси и так далее. И вот когда ферменты, на которых все процессы биохимические идут, на которых идёт физиологическая жизнь, они работают в основном нейтральной либо слабшей влочной среде. Поэтому, когда мы позволяем за счёт питания и нервотрёпок закислять свой организм, мы очень сильные нарушения вызываем в нём сами. Осознание этого дела это уже, так сказать, путь к оздоровлению. Правильно? Вот. Значит, надо подщелачивать эти водные среды. Как подщелачивать? Различные ионы металлов этому способствуют структуризаторы, потому что вода там подщелоченная. Вот. И если мы этого делать не будем, то что происходит? В кислой среде эритроциты, то есть красные кровяные тельца, которые переносят кислород в питательные вещества каждой клеточке тела, они склеиваются. Получаются эдакие столбики, которые в тонкие кровеносные сосуды капилляра не пролезают. Даже один эритроцит с трудом проходит. Он вынужден деформироваться и как бы продираться через капилляр. Вот. А уж если столбик, он вообще не полезет в капилляр. Вот. Поэтому значит в результате возникает гипоксия ткани, то есть кислородные недостаточности. А это стимулирует перерождение клеток, в том числе и раковые перерождение. Поэтому значит вот эти структуризаторы, о которых я сказал, им надо пользоваться. Ну очень хорошо использовать Арктику Форте. Она прекрасно профилактирует и даже обладает лечебным действием по отношению к различным формам рака. Вот. И она абсолютно безвредна, потому что это очень разбавленный водный раствор. Очень хороший биогенный стимулятор, в этом смысле экстракт чаги. Лецитин нужен для того, чтобы нам профилактировать, то есть предупреждать болезни сердечно-сосудистой системы гречи. Лецитин это фосфолипиды, это материал, из которого сделаны стенки, оболочка клеток и клеточные перегородки. И именно на них крепятся ферменты. А на ферментах происходит биохимический процесс. Вот. Альгара чрезвычайно полезный продукт. Во-первых, он тоже обладает противораковыми свойствами. В этом смысле у нас очень хороший набор продуктов, потому что профилактике рака уделяется у нас серьезное внимание. И там много минералов, потому что это на основе бурых водорослей сделано. И минералов, которые защелачивают водные среды, то есть делают то, что как раз и надо нам. Вот. Поэтому альгара здесь к месту. Живица с маслом зверобоя тоже очень хорошая вещь. Кроме того, масло зверобоя оно способствует оптимистичному взгляду, оптимистичным ощущениям вообще. И это здорово. Фаран терапевтические изделия, о которых я уже немножко упоминал, это шейный пояс, поясничный и наколенники. Снимает спазмы мышечные, сосудистые, то есть убирает последствия, наверное, последствия стресса. А это очень важно. Тогда мы убираем и гипоксию тканей. Вот. исследовать на перерождение тканей в онкологическую. У нас есть омега-3. Недавно появилась омега-3. Для чего нужно это масло омега-3? Значит, оно нужно для правильного развития плода. То есть омега-3 очень полезно принимать беременным женщинам. Она очень полезна для роста детей. То есть вот родился ребенок, ему надо продолжать. Ну, допустим, когда он сосет молоко материнское, пусть мама принимает это, через молоко ему достанется. Вот. А потом, чтобы он принимал. Это капсула, поэтому если это это то, что называли рыбьим жиром, но это более чистый вариант. Ну, вот. Капсулы на вкус не противны, а кроме того, мы знаем, что омега-3 можно получать не только из рыб северных морей, брюшка или из печени. Из печени хуже, потому что печень, это орган очень загрязненный, его делают чистыми. Он чистильщик. Вот. Организм. Естественно, в нем много всякой бяки. Поэтому, но омега-3 есть и в семечках подсолнечных, в семечках льна, допустим. Вот. А это уже совсем другие запахи и вкусы. Вот. Для чего еще нужна омега-3? Для развития головного мозга. Органов зрения, кстати говоря, я не зря поэтому совместил препараты для оздоровления сердечно-сосудистой системы зрения. Вот. Половых желез способствует развитию половых желез. Вот. Для передачи нервных импульсов омега-3 нужно. Для правильного протекания биохимических процессов в головном мозге и спинном мозге. Вот. Что делает еще омега-3? Она регулирует артериальное давление и уровень холестерина. Важно это? Конечно. Вот. Она способствует сохранению влади в коже и в волосах. Ну, и еще я бы предложил использовать комплекс Сиера-Мен и Сиера-Вумен, поскольку этот комплекс тоже действует на сосудистую систему, так сказать, на сосудистую систему половых органов, мочеполовой системы. Вот. Это первая группа препаратов, которые можно было бы так сгруппировать. Вот. Повторяю, если делать скидку по сравнению с покупкой отдельных этих препаратов там на 5-10%, то, конечно, они станут более привлекательными, а когда будут объемные закупки в Альфире, это будет выгоднее компании. Второе. Натуральные продукты для оздоровления костно-суставной системы. Здоровый позвоночник и зубы. Что здесь можно доказать вот в этот блок веществ? Ну, во-первых, коллаген освеет. Да? Потому что коллаген это тот белок, который является основой для строительства любой кости. Вот именно коллаген вокруг себя группирует кальций, прежде всего, ионы кальция и магния, а также много других. Там и бор участвует, и другие минералы, которые укрепляют это. Там кремния есть. Вот. Фарактеропертические изделия, опять-таки, они во многих будут комплексах участвовать, потому что это антистрессовые вещи, которые позволяют делать, открывать доступ к каждой клеточке тела, снимают спазмы сосудистые. Зубная паста НИМ. Есть у нас сейчас зубная паста? А у нас препараты кальция какие-нибудь сейчас появились? Нет? Вот. Вот типа яичные шкоруфы и так далее. Ну, хорошо. Достаточно и в альгаре. Значит, альгара, альгара, в которой содержится много минералов, значит, она, опять-таки, ощелачивает жидкие среды, тоже профилактируя онкологию, и она же является компонентом ферментных систем. Чем лучше у нас работает ферментная система, тем лучше у нас работает иммунитет. Вот это надо эту связь ощущать. Живица с маслом зверобоя и с репельным маслом. Тоже здесь можно было бы рекомендовать. Вот. Что третье? Третье это очистка. Очистка от паразитов и токсинов и оздоровления желудочно-кишечного тракта. Вот. Восстановление микрофлоры кишечника, здоровая печень и желчный пузырь и поджелудочная железа. Вот это вот такой вот комплекс, потому что желудочно-кишечный тракт с этими железами, кстати, печень у нас самая большая железа, полтора килограмма в среднем. Вот. Именно желудочно-кишечный тракт обеспечивает питание каждой клетки тела. Мы, так сказать, едим и прежде всего это все попадает в лучшую кишечный нитрат. И насколько хорошо будет переварена пища, то есть те биополимеры, которые мы съели, а мы едим полимерные вещи, да, натуральные полимеры, но это полисахариды, это белки, это все полимеры. Вот. Жиры к полимерам не относятся, но к высокому молекулярным соединениям относятся. Все это должно быть расщеплено, превращено в жидкость, и только тогда это будет всасано через стенки кишечника в кровь, которая пойдет на очистку в печень, а далее уже пойдет разносить питательные вещества и кислород, пройдя через легочную систему каждой клетке тела. Вот. Опять поясничный хотя бы фарад, терапевтический пояс нужен. Почему? Да потому, что многие в силу того, что работа стала сидячей, во многом, страдают запорами. А запор это спазм толстого решетчника. Чтобы его снять, надо поясничный фарад, терапевтический пояс носить, надо массажировать живот себе, надо, так сказать, опять-таки не забывать про двигательную активность всякого рода. Вот. У нас есть очень хороший эликсир центи. в котором участвует множество продуктов полезных. И он не только способствует очистке вот различных каловых завалов, но и он выполняет целый ряд других функций. значит вот циньки очень-очень целесообразно принимать. Дальше. Значит, для того, чтобы был баланс микрофлоры не только желудочный, кишечный, а вообще всяческий микрофлор. Дело в том, что мы организм человека это симбиоз клеток. Это понятно, да? То есть клетки группируются и среди клеток нашего организма есть и клетки и народный. То есть микроорганизмы, которые включились в симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество с нашими клетками. Ведь на Земле мы же не сразу появились. Как угодно. Если мы с точки зрения эволюционной теории будем смотреть на это или с точки зрения Библии, всё равно получается, что сначала появились микроорганизмы, плесень, грибы и так далее. И потом потихонечку, потихонечку вышел создатель на человека. Вот. Уже собирая нас из унифицированных деталей следок. Так вот существом жизни является симбиоз. Полезные микроорганизмы по-настоящему эффективны только в симбиозе. Причём в симбиозе саморегулирующемся. Вот это очень важный момент. Любая болезнь есть вследствие нарушения симбиоза. Взаимовыгодное затрудничество. Вот. Обязательно с механизмами саморегуляции. Вот восстановив механизмы саморегуляции, можно излечить, по сути, делаю любую болезнь. Вот. И значит здесь что можно сказать? Вот смотрите, у нас мы носители вот этих вот симбиотических бактерий их количество превышает в 10 раз количество наших собственных клеток. Вот такая вот картина. Здесь поэтому эффект иммунитета обеспечивается всем содружеством. Очень важно, чтобы ведь этот союз образовался многие тысячелетия назад, может быть, миллион лет, и он достаточно крепкий. И вот очень важно здесь учитывать многие вещи. Бактерии, они тоже имеют ферменты, они нам помогают своими ферментами. В сущности говоря, такой союз позволяет нам выживать при различных переменах жизненных, при климатических изменениях и всяких других. Вот значит вот есть у нас цитровайв. Цитровайв значит в этой связи как можно трактовать его помощь. Это экстракт из косточек красного грейпфрута. Значит он очень хорошо цитровайв убирает вредные бактерии, бактерии, которые нарушают наш сибиоз бактериальный наш организм, вносит десаданс. Вот главное, чтобы был вот постоянно необходимый баланс, чтобы какие-нибудь из бактерий не брали вверх над другими, чтобы и я были сбалансированы. Вот значит цитровайв буквально несколько капель там до 10 капель можно в теплую воду накапать, получается такой чаек довольно приятный, им можно полоскать горло, им можно промывать носоглотку, втягивать через нос, это можно пить и вреда от этого не будет, будет только польза. Вот. Есть виталиф, который поддерживает работу печени, потому что на печень выпадает очень серьезная нагрузка. печень убирает всякую грязь, нейтрализует ее, делает ее не опасной для организма и выводит с желчью через кишечник, через толстый кишечник. Есть у нас ауксилиум. Это чудесный препарат, который позволяет освободиться от многих видов глистов, от их личинок, даже если целый ряд личинок идет один за ползин. Вот. Поэтому его надо принимать достаточно долго, в течение трех месяцев, чтобы, так сказать, освободиться от вот такой паразитарной нагрузки. Вот. Печать знахаря это очень полезный напиток, который также надо пить для оздоровления желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и что там все, да, для восстановления микрофлора. Экстракт чаги. Экстракт чаги очень хорошо профилактирует тоже онкологию, вы знаете. Вот. Живица и с маслом здоровоя, и с репейным маслом, чрезвычайно полезна именно для оздоровления вот этого желудочно-кишечного тракта с железами, печенью декоративно-кишечного коктейля. Значит, появились коктейли регионов регионов желудочно-кишечного. У нас, значит, амрита коктейль, да? И еще один появился. Не признавайся. Ну вот давай, его покажем. Покажем у нас. То есть должно как бы тоже ему расходить. Вот тоже для желудочно-кишечного. Да, Но это амрита. Нет, это амрита. Ну это ферма, да, При биологии. Вот это очень хорошо. Это, значит, это питание для бифидо-кишечного бактерий, которые у нас есть в кишечнике, которые в норме должны образовывать чулок, который покрывает всю поверхность желудочно-кишечного тракта, ротомой полости. Вот тогда тогда какая-то дрянь, токсины и так далее или проскативать какие-то вредные бактерии не будут через стенку кишечника в кровь попадать. Вот поэтому вот это вот я покажу его вот так вот он выглядит вот вот так хорошо так спасибо вот ну и структуризаторы вакцины надо использовать обязательно почему? Потому что отмывание кишечника от отложений вредных в которых не вредиации листы и вредные бактерии и так далее происходит водой вода прежде всего отмывает а скажем цинти его компоненты просто помогают отделить вот эту дрянь сделать ее растворимой сделать ее взвешенной в этой воде и вывести из организма вот это как мыло когда мы отмываем допустим испачканные соляркой там или еще каким-то маслом грязью какой-то руки так водой просто не отмоешь а мылом надо ну вот значит вот компоненты цинти выполняют роль такого мыла что еще какую еще группу препаратов можно сделать и рекомендовать для покупки вот именно так вот комплекс натуральные препараты для поддержания женского здоровья гинекология кожа волосы ногти ну прежде всего эликсир кардицепса смеяли эликсир цинти о котором мы только что говорили капсулы линжи очень хорошо для стабилизации системы там легко усвояемый магний коллаген очень хорош потому что начиная с определенного возраста идет разрушение костной ткани да остеопороз и коллаген здесь очень нужен кроме того он убирает морщины он позволяет так сказать омолазивать кожу арктика форте очень хороша и для приема внутрь ее можно закапывать в нос ее можно использовать самым различным образом вот но вот она профилактирует онкологию очень хорошо но она помогает и при диабете которым очень часто болеют наши женщины и так далее и так далее бальзам берегиня превосходный бальзам который поддерживает гормональный фон женщины здоровой гели сиера карта сиера вуман очень хороши они профилактически работают против онкологии допустим молочной железы и других видов онкологии вот и очень хорошо способствует насыщению крови тесла прокладки леди кеа это и ежедневные и дневные и ночные это и фитокапсулы чудесный вариант внутрилагалищные капсулы это опять-таки фарак терапевтические изделия чтобы снимать различные спазмы чтобы убирать последствия любых нервотреблок вот это структуризаторы воды потому что вода как вы понимаете основа жизни вот и без этого никуда вот это эко-дома это продукция эко-дома вот у нас довольно много такой продукции которая очень хорошо не портит кожу позволяет воздействовать значит это средство для мытья посуды и для чистки духовок и жидкое мыло для рук и тела и средство для мытья стекол и зеркал многоцелевой очиститель и средство для очистки ванной комнаты короче говоря это такой целый букет чудесных современных не раздражающих кожу и не вредящих организму продуктов вот опять-таки омега-3 конечно я уже говорил роль о роли омега-3 здесь конечно тоже это совершенно уместно ну и цитролайф о цитролайфе я здесь не говорил я сейчас напоминаю что цитролайф он так сказать тоже может в различных комбинациях продуктов присутствовать потому что очень полезный в концентрированном виде он может убирать попеломы он может убирать грибковые поражения наклей вот бородавки а в разбавленном виде его можно просто пить и он будет очень хорошо всякие избыточные микроорганизмы убирать чтобы поддерживать сеньянский баланс ну аналогично можно сделать комплекс продуктов натуральные продукты для поддержания мужского здоровья что туда входит ну богатырь входит жилица с маслом тверобоя и репейным маслом омега-3 кардицепс линжи цитролайф цинтир коллаген арктика форты виталиф ауксилиум печать знахаря экстракт чаги лицепин альгара вот живицу я уже называл да сиером который улучшает кровоснабжение мочепловой системы вот форактор терапевтическая продукция она будет во многих если не во всех комплексах присутствует браслет соответственно форактор терапевтический вот экстракт форизаторы воды теперь антиаллергенные препараты белки витамины и биоэлементы то есть минералы по сути ну во первых коктейль амрита белковый коктейль чрезвычайно нужны и нам дело в том что там есть аминокислоты вот и белки а из аминокислот получается все азот содержащие биологически активные вещества которые находятся в организме и необходимы ну и прежде всего это материал для получения белков собственного тела а мы белковые системы прежде всего состоим из белка здесь же альгара которая доставляет минералы и профилактирует онкологию есть же медули в которой много витаминов и вот вам уже компоненты для создания самых различных ферментов которых происходит биохимический процесс печать знахаря конечно как напиток очень хорош виталиф кортицепс и капсула линзы и цитролайф о котором мы тоже уже говорили вот оптимизация работы нервной системы антистресс линзы конечно же фарад терапевтические изделия структуризатор воды печать знахаря лецитин лецитин который восстанавливает разрушенные свободными радикалами клетки вот у нас розалик появился вот в июне должна появиться розалик это прекрасный продукт для подпитки симбиотических бактерий которые работают в содружестве с нашими бактериями и создают крепь значит я могу вот в связи ну давайте сейчас вот что еще посмотрим можно было бы сгруппировать таким образом еще поддержание здоровья мочеполовой системы это группа препаратов Сиэра это берегиня это богатырь это кардицепс это цитролайф это все виды прокладок которые у нас есть вот это фитокапсулы это структуризаторы это арктика форта тоже очень так сказать хороший получается букет если его брать целиком вот немножко о гармонизации работы иммунной системы и адаптогенных здесь кардицепс линжи медолия альгара чага печать знахаря и структуризаторы воды вот такой можно было бы сделать можно было бы создать комплекс для оптимизации работы эндокринной системы профилактика онкологии простуды заболеваний диабета и болезни щитовидной железы что в этот комплекс могло бы войти кардицепс линжи циньки арктика цитровай живица со зверобоем и запейным маслом кремниевая космецептика вот который фиера группа фиера вот альгара печать знахаря и экстракт чаги кроме того конечно поскольку все эти компоненты это по сути пищевые компоненты которые значит делают более совершенной ту пищу которую мы едим и позволяют освобождать организм от ксенобиотиков искусственных синтезированных веществ которыми украшают пищу создают товарный вид запах вкус цвет длительность хранения обеспечивают и так далее вот значит вот это все надо ведь выводить из организма потому что пользы от этого нет но захламление потихонечку организма идет что было бы полезно вот что можно порекомендовать еще для профилактики онкологии потому что люди панически боятся рака они рассматривают рак как приговор себе что в общем напрасно совершенно потому что в алиологии вот если мы будем разумно вести себя будем пользоваться теми препаратами о которых я с вами разговариваю вряд ли вы выйдете на раковые заболевания вот значит есть вы можете и сами использовать какие продукты питания ну вот например ядрышки из косточек каприкоса там есть амигдалин или витамин В17 витамин В17 он очень хорошо действует на зарождающийся рак раковые клетки опухоли даже стягиваются и уходят вот значит очень хорошо в этом смысле и работает допустим фолиевая кислота витамин В9 фантатеновая флота вот различные органические кислоты их соль они подавляют рост опухоли способствуя выбросу интерферона иммунокомпетентными клетками вот а это что такое это скажем лимонная кислота да лимон надо кушать вот очень хорошо действует против рака различные пигменты растительные растительные красители они гасят начальные стадии формистов стадии развития раковых клеток что это какие продукты вот сейчас весна на носу лето да кушайте баклажаны кушайте перец цветной красный желтый зеленый облепиху зерна из косточек персика вот когда вы едите яблоко то тоже зерночки не выграшивайте и ешьте их потому что вы понимаете природа так устроена что в зернах есть все необходимое чтобы выстроить вы ведь знаете что так сказать росточек который из зернышка тянется он пробивает даже асфальт вот какая сила вот поэтому значит они включают вот эти красители которые окрашивают перечисленные мною овощи вот и ягоды вот они значит что делают они способствуют разрушению клеток раковых есть такое понятие аутофагия когда самоубийством заканчивают раковые клетки вот потому что есть такие компоненты внутри клеток лизосомы называются они забиты ферментами которые разрушают все и вся гидролизуют с помощью воды и питательная и вот значит эти лизосомы они уничтожают раковые клетки вот может включаться механизм апоптоза тоже самоубийство тоже через таким же путем происходит вот ну что еще вот смотрите ведь как получилось первобытный человек который жил непосредственно в природе и наблюдал за животными за их действиями а животные подсознательно и даже бессознательно находили нужные для оздоровления продукты правильно вот кошка выбегает да она начинает какую-то травку выживает там и так далее вот она неспроста это делает вот ее ее инстинкт ведет то же самое собачки делают вот она поедает даже часто не саму травку а те микроорганизмы которые на ней живут вот и вот наблюдали за обезьяной допустим у которой значит развивался рак вот она сама срывает персик достает косточку разбивает косточку с едых зернышками а там до 17 противораковые витамины вот вот нам надо учиться у природы это совершенно безвредная вещь и очень полезная витамина вообще понимаете что большинство ведь таких вот заболеваний которые в свое время вызывали ужас и панику у целых народов все они связаны с нарушениями питания исследовательно обменных процессов все вот было время когда допустим там в 16 17 века когда моряки английские португальские в дальние путешествия в Москве отправлялись у них не было витаминной продукции и они болеют сенгу очень многие умирали от сенгу сейчас сенгой никто не болеет вот а почему а потому что разобрались в питательной в чем была питательная недостаточность чего не хватало вот а ведь тысячами гибли люди тысячами аскорбинной витамины С не хватало как только это узнали как только это поняли так стали есть фрукты есть соки цитрусов и все началось это вот ну еще допустим потом был ВИЧ анемия малокровия тоже смертность была колоссальная кто сейчас умирает от малокровия ну может быть в Африке в некоторых странах где голодают очень сильно да опять дошли причины а причина заключалась в отсутствии витамина В12 и фолиевой кислоты витамина В9 и она находится в печени и вот несколько исследователей предложили тем кто страдал анемией брать печенку в мясной лавке немножко ее обжарить такую полусырую внутри и съедать и все и прекратились эти эпидемии прекратились эпидемии хотя доктора того времени врачи подвергли их жуткой цензуре считали их шарлатанами а вот эти шарлатаны спасли человечество спасли дело вот и что касается рака то здесь примерно такая же картина то есть мы с помощью пищевых продуктов можем его предотвращать и можем его убирать только надо об этом помнить действовать в соответствии вот с тем что я сейчас рассказал вот что еще я думаю что вот пока на скидку вот этих вот блоков продуктов наших я достаточно назвал вот если руководство компании примет мое предложение то есть продавать не поштучно препараты отдельно а блоками тогда они будут более эффективно работать люди будут видеть результат быстрее оздоровительнее так сказать системный будет подход такой вот и одновременно они будут платить за этот блок меньше чем они платили если покупали препараты порознь вот выиграют все проигравших здесь не будет ну а на 5-10% сбросить цену на блок не проблема зато количество покупающих существенно возрастет вот вот на это я хотел бы закончить Григорий Григорий за это это как вот это это